Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта Алиэкспресс и обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Грызуны часто проникают в подкапотное пространство автомобилей, разрушая проводку и резинотехнические изделия. С ними нужно бороться заблаговременно. Поможет в этом ультразвуковой отпугиватель грызунов, подключаемый к бортовой сети автомобиля. Потребляя ничтожный ток в 20 миллиампер, отпугиватель грызунов не способен разрядить аккумулятор автомобиля, даже если его не заводить неделями. Это ультразвуковое устройство против грызунов особенно пригодится тем, кто паркует автомобиль в сельской местности, а также возле лесополос и лесных массивов. Кроме того, это отличное устройство поможет спокойно провести пикник на природе, так как в районе 30 квадратных метров возле автомобиля не будет ни одной живности, способной помешать отдыху. Подсоединить и включить прибор очень легко и сделать это без проблем сможет каждый автовладелец. В автомобиле часто возникает необходимость закрепить телефон перед водителем, например, для записи движения на камеру, просмотра фильма во время отдыха или при использовании телефона в качестве навигатора. Сделать это можно при помощи универсального держателя для телефона. Благодаря раздвигаемому зажиму держатель способен зажать любой смартфон шириной более 2 дюймов. При покупке можно выбрать один из двух типов – с неподвижной фиксацией и с вращающимся корпусами. Универсальный держатель крепится на переднюю панель автомобиля перед водителем, то есть на углублении, в котором находятся приборы контроля системы автомобиля. После установки держателя остается только раздвинуть зажим и установить в него телефон. Многие автозапчасти, узлы и агрегаты со временем тускнеют, ржавеют и загрязняются прилипшим маслом. Для того, чтобы их эффективно очистить, стоит воспользоваться ультразвуковой ванной для очистки деталей. Ультразвук за минуту способен очистить любую закисшую поверхность, придав ей естественный цвет новой детали. Ультразвуковой ванной можно воспользоваться для очистки любых деталей и в быту, например, игрушек, предметов интерьера и изделий старины. Но у хорошего мастера в гараже, а в автосервисе тем более, этот ультразвуковой очиститель деталей должен быть обязательно. Покупателям предлагается огромный выбор из 12 типоразмеров ультразвуковых ванн объемом от 0,8 литров до 30 литров. Габаритные размеры самой большой ультразвуковой ванны равны 50 сантиметрам по длине, 30 сантиметрам по ширине и 20 сантиметрам по высоте. В такой ванне можно очистить практически любые автозапчасти. Для полноценной защиты автомобиля от угона можно использовать биометрический сканер отпечатков пальцев для запуска автомобиля. В памяти сканера может храниться до 120 отпечатков пальцев, и поэтому в него можно загрузить отпечатки не только всех своих пальцев, но и тех родственников, которым вы доверяете использование своего автомобиля. Сканер отпечатков работает от батареи 2А, которой хватит почти на 2 года работы, так как ее заряд позволяет считывать рисунок отпечатка до 8000 раз. При разряде батареи появляется предупреждение, после которого сканером можно воспользоваться еще 30 раз. В крайнем случае для разблокировки можно воспользоваться механическим ключом. Для установки противоугонного сканера на автомобиль придется обратиться в сервисный центр. Тем, кто постоянно ездит на дальние расстояния, в машине очень пригодится мультиварка, работающая от бортовой сети автомобиля. При покупке можно выбрать электро-кастрюлю, работающую от сети 12 или 24 вольта, хотя есть и стационарный вариант, работающий от 220 вольт. Объем кастрюли мультиварки равен 1,6 литра, что вполне достаточно для 2-4 человек. Прибор, работающий от 12 вольт, имеет только кнопку включения, и контролировать готовность пищи придется самостоятельно во время работы. А вот мультиварка для дальнобойщиков, работающая от 24 вольт, выполнена в двух вариантах, кроме механического варианта, только со включателем. Можно выбрать программируемый вариант, имеющий 4 режима варки. С этой электрической кастрюлей мультиваркой, пища в автомобиле будет приготовлена прямо во время движения. Огнетушитель в автомобиле нужен при прохождении техосмотра, однако нужно понимать, что он может очень сильно помочь в критической ситуации, и поэтому его обязательно нужно купить. Этот компактный порошковый огнетушитель займет немного места, так как высота баллона всего 290 мм при диаметре 55 мм. Несмотря на свою компактность, порошковый огнетушитель прекрасно справляется с локальным возгоранием, и благодаря давлению в баллоне, порошковая струя мгновенно задувает огонь. Для того, чтобы обезопасить себя и свое имущество от возгорания, такой огнетушитель будет в самый раз. В салоне автомобиля, в моторной лодке, в автодоме и даже в квадроцикле или обычном мотоцикле. Этот огнетушитель даст гарантию быстрой ликвидации очага возгорания. Надо помнить, что огнетушитель в автомобиле не только для того, чтобы показывать инспектору дорожного движения, а прежде всего для своей безопасности. Всем тем, кто любит дальние путешествия на автомобиле, стоит присмотреться к складному матрасу для кроссоверов и внедорожников. Этот матрас можно легко сложить, чтобы он занимал мало места в багажнике, и точно так же быстро разложить на заднем сидении автомобиля. Матрас рассчитан на нагрузку в 150 кг, поэтому подойдет не только для детей, но и для двух взрослых человек в средней комплекции. Широта выбора цветовых решений поражает, так как покупатель может выбрать матрас одного из 12 цветов. Для дальнейших поездок такой складной матрас нужно купить однозначно, ведь стоит только разложить его на заднем сидении внедорожника, как его салон превращается в уютное место для ночлега. При езде на автомобиле постоянно приходится заряжать гаджеты, такие как смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и даже видеокамеры. Для этих целей нужно зарядное устройство, совместимое со всеми гаджетами, поэтому стоит обратить внимание на многофункциональный прибор, который справится со всеми этими задачами. Но это не простое зарядное устройство, так как оно может использоваться и в качестве фонарика, благодаря встроенному литиевому аккумулятору емкостью на 240 мАч. При этом фонарь может светить белым светом для освещения, а также красным цветом как предупреждающий фонарь при экстренных случаях. Если в автомобиле будет это многофункциональное устройство, работающее и одновременно заряжающееся от прикуривателя, то проблемы с зарядкой и освещением забудутся навсегда. Система обнаружения слепых зон поможет водителю при экстренных ситуациях, когда помехи не видно в зеркало заднего вида. Устройство слежения за слепыми зонами представляет собой электронный прибор с датчиками, устанавливаемыми на задний бампер автомобиля. При приближении другого автомобиля, находящегося вне зоны видимости водителя, система сигнализирует о помехе справа или слева. Светодиодные лампы на самих зеркалах или в салоне автомобиля в районе правого и левого зеркала начинают сигнализировать ярким желтым светом, предупреждая об опасности. В комплекте системы обнаружения слепых зон имеются все провода, зажимы, датчики, центральный блок, светодиодные лампы и руководство по установке. Система подключается к бортовой сети автомобиля напряжением 12 вольт. Если долго не заводить автомобиль или же если забыть выключить свет или другой потребитель энергии, то аккумулятор автомобиля очень быстро разряжается. Чтобы предотвратить полный разряд аккумулятора, необходимо использовать защитное устройство, подключаемое непосредственно к его клемме. В зависимости от наличия свободного пространства возле аккумулятора, можно выбрать устройство, подключаемое к плюсовой или минусовой клемме. Длина защитного блока всего 10 см, ширина 8 см и высота 6 см. Подключив устройство к клемме аккумулятора, а силовой провод к выводу устройства, автолюбитель навсегда забудет о проблеме, разряда аккумулятора, так как при достижении 50% разряда срабатывает защитное устройство, отключающее питание для защиты аккумулятора. Складной гараж Тентовый гараж, представляющий собой сборную конструкцию, имеет длину 5 метров. Ширина его может быть 2,5 или 2,7 метра, а высота 1,7 или 1,8 метра. Удобство гаража в том, что он складной, а это значит, что его можно упаковать в мешок и перевозить прямо в багажнике автомобиля. Сборка гаража не сложнее сборки палатки, и поэтому справиться с этой работой сможет каждый автовладелец. Собрать гараж можно в любом удобном месте, во дворе частного дома или рядом с многоэтажным домом, а в случае какой-либо необходимости можно легко разобрать гараж и собрать его в другом месте. Не вкладывая больших средств в строительство капитального гаража, с этим складным гаражом можно надежно защитить автомобиль от вредного воздействия погодных условий. Суперяркие светодиодные прожекторы в силу своих технических особенностей потребляют очень мало энергии. В этой линейке представлены автомобильные прожекторы мощностью 18, 27 и 48 Вт. При этом последние светят так ярко, что их рекомендуется включать только при отсутствии встречных автомобилей, хотя эти прожекторы можно использовать не только на автомобилях, но практически на любом транспорте, имеющем напряжение сети 12 Вольт, мотоциклах, квадроциклах и другой внедорожной технике, а также как автономное освещение во время отдыха при наличии аккумулятора. Прожекторы имеют защищенный корпус, благодаря которому дожди не помеха для этого источника света. Эффективные и экономичные прожекторы на 12 Вольт пригодятся в любых жизненных ситуациях, когда нужно сделать мир ярче. Для того, чтобы автомобильный люк не создавал проблемы, есть отличное решение в виде москитной сетки на магнитах. По своему предназначению люк на авто должен создавать комфорт за счет дополнительной вентиляции, но с данной сеткой его функциональность существенно повышается. Во-первых, через сетку в салон не смогут проникнуть кровососущие насекомые, что летом весьма актуально. Во-вторых, сетка существенно снижает проникновение ультрафиолетовых лучей. В-третьих, благодаря ячейстой структуре сетка прекрасно пропускает воздух и препятствует попаданию пуха и различного мусора в салон. Размеры москитной сетки 55 на 95 сантиметров, а легкая установка с помощью магнитов позволит сделать это за считанные секунды. Точно так же в любой момент можно снять сетку при ее ненадобности. Как снять наружный шрус автомобиля? Только не ударами молотка, потому что есть прекрасный инструмент, облегчающий эту работу. Универсальный съемник для наружного шруса подходит для снятия гранат любых легковых автомобилей благодаря своей продуманной конструкции. Наличие большого числа отверстий, по которым можно перемещать зажимную каретку, позволяет отрегулировать данный ключ под шрус любой марки авто. После подбора длины остается только закрепить каретку на карданном балу, а на резьбовой конец гранаты, продетый в специальное отверстие съемника, накрутить ступичную гайку, вытягивая гранату из кардана. Благодаря этим нехитрым манипуляциям, универсальный съемник позволит легко снять гранату шруса любого легкового автомобиля за считанные секунды. С помощью этого тестера зажигания можно произвести быструю диагностику для выявления сбоя в искрообразовании. Если нет искры в одном из цилиндров, то двигатель будет троить, потеряет свою мощность, создавая повышенную нагрузку на агрегаты, что чревато поломками. Поэтому такую неисправность надо быстро продиагностировать, найти причину для ликвидации неисправности. Чтобы узнать, в каком из цилиндров появилась проблема зажигания, можно воспользоваться этим удобным и простым в использовании тестером. Тестер представляет собой электрический разрядник, контакты которого находятся в прозрачном корпусе, а шнур имеет клеммы для подсоединения к проводам системы зажигания двигателя. Расстояние между контактами зарядника регулируется при помощи винта. С таким тестером можно быстро выявить наличие или отсутствие напряжения на высоковольтных проводах системы зажигания автомобиля. Что делать автолюбителю, если нет подъемника или смотровой ямы? Если нужно заменить масло в двигателе или произвести мелкий ремонт, подлезая под автомобиль, то лучше всего делать это при использовании специальной рампы. Пара рамп-подъемников позволит быстро наехать на них колесами автомобиля, в результате чего под авто появляется достаточное пространство для обслуживания. Рампа по сравнению с домкратом имеет существенные преимущества, так как это намного безопаснее. При наличии двух рамп в любой ситуации можно создать относительно комфортные условия для технического обслуживания или мелкого ремонта автомобиля. Краска Хамелеон изменяет свой цвет, переливаясь несколькими оттенками, в зависимости от освещения или ракурса. Пигмент для создания такой краски поставляется по 50 граммов, чего достаточно для приготовления огромного количества краски, а все потому что в краску или лак такой пигмент добавляется лишь от 1 до 2,5% от массы краски. Всего предлагается более 30 оттенков, среди которых нужно выбрать тот, который подходит именно вам. Использовать такой пигмент можно для покраски автомобиля, чтобы получить в итоге переливающийся разными оттенками кузов, в котором будет выделяться доминирующий цвет. Именно поэтому к выбору цвета перед покупкой надо подходить тщательно, чтобы выбрать тот вариант, который максимально подходит к родному цвету автомобиля. Если нужно взять велосипед в автомобильное путешествие, но его невозможно вместить в багажнике, то эту проблему можно решить при помощи транспортных стоек. Эти стойки крепятся на крышу автомобиля при помощи специальных сильных присосок. В результате установки такой стойки можно перевозить велосипед прямо на крыше обычного легкового автомобиля. Перед покупкой необходимо выбрать один из четырех цветов – черный, синий, зеленый или красный, а также количество велосипедов, которые вы собираетесь уместить на крыше. Дело в том, что стойки выпускаются под один, два или три велосипеда. Приобретая такую стойку для крепления велосипедов, можно обеспечить наиболее удобный способ их перевозки. В курортных городах аренда велосипедов – довольно дорогое удовольствие, поэтому, имея свои велосипеды, можно рассчитывать на экономное путешествие. Этот промышленный фен отличается от своих конкурентов уникальной функциональностью и удобством. Во-первых, он имеет ЖК-дисплей, на котором видна температура воздуха, изменяемая при регулировке. Во-вторых, температуру можно поднять до 650 градусов Цельсия. В-третьих, это четыре сменных сопла, которые можно применять в различных условиях. После установки на ноль регулятора температуры фен продолжает работать секунд двадцать для охлаждения двигателя, поэтому стоит дождаться его выключения и лишь потом вынимать из сети. С этим феном вы сможете производить различные типы ремонтных работ кузова с такой легкостью, что будете удивлены тому, как вы жили до этого без такого инструмента. Стандартные габаритные лампы можно заменить на прекрасные светодиодные лампы с пультом управления. Дело в том, что цветовую гамму, которую будут выдавать лампы габаритного освещения, можно будет легко регулировать прямо из салона автомобиля, используя небольшой пульт управления. Вместо обычного освещения вы получаете сразу десяток оттенков, которыми ваш автомобиль будет выделяться из серой толпы однообразия. Перед покупкой необходимо внимательно ознакомиться с предложениями и выбрать нужный вам вариант набора. К продаже предлагаются различные наборы – одна или две лампы без пульта, отдельно пульт, две лампы с пультом и четыре лампы с пультом управления. Самый часто покупаемый набор – это, конечно же, две лампы с одним пультом. Лампы в этом случае часто устанавливаются вместо штатных ламп габаритных огней. На этом все друзья, все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!